Суд оставил ваше исковое заявление без движения. Что же делать? Во-первых, не переживать, потому что это случается с лучшими из нас. И никогда нельзя стопроцентно предугадать, какое решение по поступившему заявлению примет суд. Сразу примет, назначит сразу дату первого заседания, или увидит в вашем заявлении какие-то недочеты, недостатки, и на этом основании оставит его без движения. Этого не надо бояться в любом случае. Почему? Потому что сама процедура, предусматривающая оставление вашего искового заявления без движения, означает, что суд обязан указать вам на существующие, по его мнению, недостатки и дать срок для их исправления. Как правило, суд предоставляет разумный и достаточный срок. От нескольких недель до, бывало в моей практике, и до полутора-двух месяцев, когда нужно получить какой-то большой объем документов и обратиться в разные инстанции, чтобы дополнить свой иск этими документами. Что нужно сделать заявителю, когда он узнал о том, что его дело как бы немножко заморожено и не продвинулось вперед. Вот вот иск подали, но оно как бы заморожено, оставлено без движения. Прежде всего необходимо получить, конечно, само определение об оставлении искового заявления без движения. Получить на руки этот документ. Почему? Потому что в нем содержатся две важнейших вещи. Два самых главных для вас факта. Первое. Время, на которое суд оставил без движения ваше дело. И второе. Это те самые недочеты, на которые суд обязан указать по закону. Он вам на них указывает в этом определении, и вы четко знаете, что и как нужно исправить. Иногда это делается очень быстро, иногда требует какого-то времени дополнительного. Поэтому, чтобы точно успеть все исправить в срок, я рекомендую, если по почте в ближайшие дни, может быть неделю, там, не приходит исковое заявление, не приходит определение, простите, о оставлении без движения вашего искового заявления, Стоит физически появиться в суде, если это возможно, прийти в соответствующий состав, в кабинет, обратиться к помощнику, или секретарю, или к самому судье, и сказать, что вот оставленное без движения можно получить на руки. Вам, скорее всего, без проблем выдадут это самое определение, и вы будете во всеоружии, будете все знать. Либо дождаться по почте, если, например, в московских судах чаще всего исковое заявление оставляют без движения на какой-то разумный такой и значительный срок, ну, примерно месяц. За это время и почта примерно там в течение недели-полутора успевает дойти, а для этого нужно, чтобы вовремя секретарь это письмо оформил, направил по почте, чтобы быстро сработала почта, и у вас остается там какое-то время хорошее такое. Чтобы все исправить. Но бывает так, что срок судья дает меньше, чем хотелось бы, например, недельки-две. Из них полторы письмо шло. У вас остается несколько дней, вы просто не успеваете. В этом случае вы можете в суд в последний день срока, желательно, подать заявление о продлении процессуального срока, обосновав, почему вам не хватает времени. Ну, указав, что оно шло по почте, приложить еще нужно, конечно, соответствующие подтверждающие документы. Конверт или отслеживание, трекер соответствующего письма. И тогда суду некуда будет деться, он, скорее всего, продлит. Суды к этому относятся, на мой взгляд, как правило, вполне лояльно. Что же будет, если вы не исправили недостатки? А вот в этом случае делу не будет дан дальнейший ход, и судья, скорее всего, вернет вам это исковое заявление с прилагающимися к нему документами. Но это тоже не является чем-то фатальным, потому что в этом случае вы просто, учтя критику суда, например, сможете что-то подправить в своем заявлении, приложить нужные документы, может быть, включить каких-то лиц, которых вы забыли включить в состав лиц, участвующих в деле в первый раз. И снова подать в тот же суд по тому же предмету и основанию, и к тем же самым ответчикам. И суд будет работать с этим заявлением вновь, и, скорее всего, его уже примет. Поэтому бояться оставления искового заявления без движения не стоит, хотя это не всегда приятная процедура, немножечко затягивающая ваше желание поскорее добиться судебного результата. Но ничего страшного в этом нет, все можно исправить. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, ну а мы с вами увидимся.